Конференция «Октябрьская революция. Мифы и реальность», посвященная столетию революционных событий 1917 года, состоялась 30 сентября в Ростове-на-Дону. На мероприятии, которое прошло в Дон-Экспо-центре, собралось более 250 человек. Гостей ознакомили с результатами исследований, цель которых – поставить точку в вопросе о реальных фактах Великой Октябрьской социалистической революции. Специальным гостем конференции был лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, который открыл мероприятие. Мы приближаемся к столетию Октябрьской революции. Для нас Великая Октябрьская революция, для кого-то там чего-то другого. Но все прекрасно понимают, что это событие имеет колоссальный исторический масштаб, что оно определило образ всего 20-го столетия, чтобы на его основе было создано великое государство, которое победило фашизм в самых крупных войнах, которые когда-либо были у человечества и так далее. Оно будет праздноваться соответствующим образом Китайской народной республики, которая претендует на роль лидера 21-го века, и в других странах – Вьетнаме и так далее. Что будет происходить у нас после столетия этого события, как бы трудно понять. Потому что к столетию Великой Французской революции, в которой тоже ведь было совсем разное, был террор беспощадный, страшный, были какие-то сильные перегибы, было внутреннее величие, много чего там было. К столетию Французской революции французская интеллигенция уже полностью определила, что такое революция. Было создано многотомные, соответствующие объективные исторические произведения, было создано настоящее осмысление революции в самых разных вариантах, была развернута полемика между различными школами, которые по-разному это все понимали. То есть нация достойно отнеслась к собственному великому событию. У нас как бы столетия, и для нас очень важно, а как мы к этому отнесемся. Вопрос же не в том, кто из нас это прославляет, кто из нас это порицает. Вопрос в том, понимаем ли мы смысл, знаем ли мы хотя бы меру объективности того, что было. И здесь возникает вопрос о том, в истории то, что-нибудь объективное есть. Или каждый раз, когда какая-нибудь сила побеждает, она создает свою картину истории, а потом эта история переписывается в геометрально противоположном образе. Разумеется, в истории что-то объективное есть. Вот господин Шириновский постоянно говорит о том, что Ленин является в частности преступником, потому что он снял орлов с кремлевских башен и поставил звезды. Мы можем продемонстрировать вам фотографии исторические, на которых стоит мавзолей Ленина, еще деревянные. И там орлы на башнях. И каждый историк знает, что звезды там поставили в 30-е годы, и Ленин к этому не имел никакого отношения. Это исторический факт. Вот просто факт. Вот вам фотография, и все. Теперь мавзолей. Ведь вопрос заключается там не в том, как бы, ну, кто как относится к мавзолею, а говорится, что мавзолей является препятствием к развитию России. Вот пока стоит мавзолей, все. Не будет мавзолея, а все будет хорошо. Посреди, на почте тяня не будет. В сердце великого Китая, который вот-вот, повторяю, станет державой номер один в мире, стоит мавзолей. Мао Цзэдуна. Ничего общего с курсом Мао Цзэдуна сегодняшнего курса Китая не имеет. Никто не собирается возвращаться к маоизму. Ну, никак не является главной тенденцией в развитии Китая. Да? Стоит мавзолей. Почему он не мешает развитию Китайской народной республики? Вот просто вот это называется там контрпример. Вот того, что тезис о том, что мавзолей мешает, ну, как-то странно. Да? Вот. А другим не мешает. Вы любите его или не любите, но давайте все-таки не будем биться в этом экстазе. Очевидно, каким образом? Речь идет о чем-то другом. Дальше называются имена уважаемых немецких исследователей, которые якобы говорили о том, что это какой-то странный чуть не зекурат, в котором собирается какая-то энергия и все прочее. Ну, прочитайте этих исследователей, там по этому поводу нет ни слова. Никто не рассматривает вообще тенденцию. А что такое мавзолеи? Это что? Вот только вот большевики изобрели для своего вождя, а суфийских мавзолеев не было. Они стоят по всему миру. А в других странах этих мавзолеев нет. А нет соответствующих погребений в Европе того же типа. Какова традиция самих захоронений? Мы живем в мире странных выкликов. Журналистских, пропагандистских, случайных, фантазийных. Мы не живем в истории. Мы не можем вернуть себе свою историю. Мой отец из очень бедной тавказской деревни. Он как бы тут воевал и в Великую Отечественную, и перед этим финскую войну и так далее. Стал битным нашим историком. А моя прабабушка по материнской линии, княжна Мещерская. Мой дед был репрессирован, потому что он был офицером в комиссарской армии, который потом перешел в Красную. Его брат, который не перешел в Красную, не был репрессирован. И эти репрессии сломали жизнь моей семьи существенным образом. Но это же не значит, что мы можем в 2017 году говорить, что было репрессировано то ли 100 миллионов, то ли 60 миллионов. Мы все точно можем знать, сколько было репрессировано. Есть крупный историк Семсков, человек абсолютно либеральный, ныне покойный, человек абсолютно либеральный взгляд, который всю свою жизнь считал эти цифры. Эти цифры есть, они трагичны, но они не имеют никакого отношения к тому бреду, который уже 25 лет идет по этому поводу. Есть количество жертв политических репрессий, есть количество уничтоженных людей по политическим мотивам. Там труднее другое. Там никогда не понятно, сколько средних уголовников, а еще, прошу прощения, не понятно, сколько реальных виновных, ну то есть людей, которые реально вели борьбу. То же самое с гражданской войной. Гражданская война – катастрофическое событие. В нашей жизни огромное количество людей уехало, миллионы людей, так сказать, покинули Россию. Но если говорить прямо о жертвах этой гражданской войны, так называемой «красном терроре», то есть все цифры. Они не столь объективны, как цифры сталинского террора, потому что там еще не все протоколировали, было много убийств, которые не входили в протокол. Но все равно мы примерно понимаем, что речь идет о десятках тысяч убитых, если говорить об этом, а не о каких-то кошмарных миллионах. Эти цифры уже есть. История содержит в себе нечто объективное. Так почему же это объективно и не победило в 2017 году? Потому что, если бы оно победило, было бы уничтожено то единственное, ради чего создавалась ложь – комплекс исторической неполноценности. Русскому народу, всем народам нашей страны навязывается комплекс исторической неполноценности, согласно которому наши события являются беспрецедентно кровавыми, такими кровавыми, какими не были никогда, нигде, ни у кого. Поэтому мы должны этого стыдиться и выкинуть все это из своей истории. Как только мы выкидываем 70 лет, мы народ неполноценный, который еще на протяжении 200 лет должен, так сказать, опекаться нормальными народами мира, которые не совершали этих безумств. Как только эта версия исторического процесса уходит, мы возвращаемся к исторической правде, к историческому собственному достоинству, которое заключается в том, что да, есть горькие страницы, да, они везде в истории горькие. Иван Грозный совершал неслыханные заводеяния. Да, мы начинаем смотреть уровень заводеяния, оказывается, что они меньше, чем во время Павломийской ночи. Но это же не значит, что их не совершал, как говорят, что на колу кровавым всенародным мы не поем канонов Иисуса. Да, совершал. И что? А кто их не совершал? Вот сейчас говорится о убийцах, о людях, которые убивали там, в том числе, царей или каких-нибудь, так сказать, представителей высшей правящей элиты царской России, да? Ну, там, все эти, там, Каляевы, там, кто-нибудь еще и так далее. Ну, хорошо ли это? Ну, конечно, плохо. Ну, давайте мы всех этих убийц будем выводить из истории. Но тогда нам придется вывести из истории Екатерину Великую, Александра Первого, да? А потом, наверное, другие народы займутся этим. Например, Брут исчезнет из истории Цезаря вообще. Это имя будет запрещено. Был такой Брут, который кинжалами убивал Цезаря, и даже была фраза «и ты Брут», да? Был другом Цезаря. Значит, запретим Брута. Потом мы запретим всех итальянцев. Грибантии и прочих, потому что это все карбонарии, которые в этом участвовали. Ну, а дальше, как говорится в таких случаях, говорил мой старшина итаманской дивизии, где я получал лейтенантские погоды, копать отсюда и до обеда. Дальше можно разбираться со всей историей человечества. Но никто же с ней так разбираться не хочет. Гражданская война в Соединенных Штатах была чудовищной кровавой. Чудовищной. Американцы не любят ее обсуждать. Они очень гордятся войной за независимость и очень не любят войну гражданскую. Это имеет много причин. Одна из них заключается в том, что американцы были таким очень техническим народом. Народом вдымающейся техники. Они эту технику для убийства использовали как никто. Ровно в этот момент возникло нарезное оружие, а многое другое. Они еще ходили с троем. Короче говоря, количество трупов, в том числе, мирного населения. Генерал Грант, главный герой Севера, он расстреливал мирное население Юга картечью. Ставил подряд женщин, дети, эры, стрелил. Ну что, американский народ бесконечно кается по этому поводу? Нет, это есть великая страница американской истории. Одни, предположим, говорят о величии борьбы с рабством. Кстати, рабство было отменено на Севере уже в конце Гражданской войны. Север начинал войну с Югом при наличии рабства. И, так сказать, смысл войны был совсем не в том, чтобы освободить рабов. Ну, неважно, хижины, дядя Тома. А другие фолкнеры, другие будут говорить о величии юга. И это нормальная историческая ситуация. Почему Россия не может вернуться в 2017 году к нормальной исторической ситуации? Вот движение «Суть времени» обратилось ко всем регионам мира и России с призывом вместо стены плача по поводу того, что у нас происходило, создать стену правды. Вот просто объективной, совсем исторической правды. Чтобы в итоге возникла какая-то, ну, настоящая объективность. Если расстреляны были, там, семьсот восемьдесят девять, там, восемьсот десять тысяч, значит столько за тридцать. Если жаль на политических репрессий со всеми было два миллиона, значит два миллиона. Но не шестьдесят и не сто. Это же просто бред. А кто воевал, если сто миллионов было репрессивно? Значит, все, к чему мы призывали и призываем, это историческое достоинство. То есть вот эта правда, без всякого перевода этой правды в такую сплошную апологетику какого-нибудь одного из периодов. Значит, был Красный Террор, а Белого вообще не было. А вот Булгаков, который был вполне на стороне Белых внутренней, который там... Врангельевская контрразведка вообще не пытала, а откуда там эти фразы «горит в ночи игла» и все прочее. Значит, понятно, там была какая-то трагическая реальность, и Волошин там говорил, молюсь за тех и за других, да. Великие, трагические, сложные события, противоречивые. Но давайте во всей этой противоречивой сложности их рассматривать и введем их в мировой контекст. Так, чтобы никто нам не навязывал покаяние вредового образца, превращая нас в единственный народ безумец, который как бы истреблял собственное население, как никто. Но, обращаясь с таким призывом, мы понимали, в чем большая трагедия современной России. Большая трагедия современной России не в том, что мы не можем добиться правды. Мы можем. Политические, исторические, общественные обстоятельства таковы, что мы можем это сделать. Большая трагедия современной России заключается в том, что если все-таки рассматривать произошедшее в 1991 году как проигрыш в холодной войне, а наши западные противники только так это и рассматривают, то вот для того, чтобы бороться с некоторыми рецидивами вот этой проигранности и возникающей на ее основании мягкая оккупация, нужна национальная интеллигенция. Такая, как была в Мексике в эпоху такой борьбы и в других странах. Национальная интеллигенция для вот этой национальной борьбы за оздоровление. Не власти делали, не в каких-то там политических силах, в этой интеллигенции. А с нею худо. Одна часть этой интеллигенции находится в относительной монобиозе. Она то ли спит, то ли притворяется, что спит, то ли растеряна, то ли очень атомизирована. Это старая часть очень уважаемой интеллигенции. Это историки, литераторы и все прочие, которые могли бы сказать свое слово. Они патриотически ориентированы. У них хорошая советская школа, которая ведь не в том, что там учили наизусть марксизм-ленинизм, а в том, что учили работать с источниками. Учили работать с источниками и с этими источниками действительно работали. Вопрос не в том, как относится Юрий Жуков к Сталину. Это его дело. Вопрос в том, что он никогда не подменял настоящую работу с источниками, чем бы это ни было другим. Он уважает себя как историка. И таких историков есть, они еще есть. Даже если они, так сказать, не относятся к двадцатилетним или тридцатилетним людям, они еще в состоянии внести свою лепту в борьбу за историю, так же, как деятели патриотические, консервативные нашей литературы могли бы внести лепту. в борьбу за литературу, театр, кино и так далее. Но они очень разобщены и не исповедуют наступательную общественно-политическую активность. Их противники очень сплочены и, по любому поводу, так сказать, выступают идиным фронтом. Либеральное меньшинство, пользуясь своим, конечно, непропорциональным представительством во власти, а это является результатом предшествующего периода, и никто это не отменил, оно очень наступательное. И получается, что, с одной стороны, есть большинство населения, которое уже вполне себе трезво относится к происходящему, и которое выражает это и на телевизионных голосованиях, и на соцопросах, и где угодно. А с другой стороны, есть вот это меньшинство, которое хочет выступать от лица единого просвещения, единых, так сказать, образованных людей и все прочее, а позволяет ему это делать отсутствие национальной интеллигенции в самом широком смысле слова. А если она не сформируется, то ничего и не будет. Движение – суть времени. Это молодежь. Ну, поверьте мне, мне это не стал бы не говорить это, не вязаться бы с этим делом, если бы не было того, что есть. Очень активное и абсолютно бескорыстное. По своим человеческим качествам, сильно отличающиеся в лучшую сторону от комсомолова-брежневского периода, знаю, что говорю, они идеалистичнее, чище, бескорыстнее и самостоятельнее. Но это не представители гуманитарной интеллигенции. Это люди самых разных профессий, иногда, так сказать, даже вполне представляющие наш средний класс, а иногда, так сказать, представляющие другие свои общества, но они не готовы изначально к подобной борьбе, к работе с источниками и все прочее. И вот, поскольку других групп не было, то я призвал им во всех регионах создавать вот эти клубы исторического достоинства, а тех людей, которые есть в сути времени, учиться, учиться, учиться и учиться на ходу, создавая полноценные исторические продукты. Часть сутиевцев — историки. Вот я не историк. Я математик, режиссер, театральный, как бы, деятель, там, не знаю, драматург. Но я не историк. Отец мой историк. А дочь моя, которая входит в движение «Суть времени» — кандидат исторических наук. Есть другие историки. Человек 20-30 историков в сути времени есть. А есть люди, которые очень любят историю и готовы им помогать и учиться. Движение «Суть времени» не хочет превращаться в ту или иную вот такую уличную или выборную, так сказать, группу. Они хотят быть фактором общественной жизни России, по возможности большим. А уж каким получится. И в этом смысле они занимаются именно самообразованием и самообразованием на ходу. В результате всего этого дела мы начинаем реализацию проекта, который откроется 7 ноября 2017 года. Проект этот называется «Исторические тетради». Под заголовок «Аналитика горячих точек истории». Мы убеждены, что обучать сегодня истории молодежь уже невозможно по классическому принципу исторического обучения. От Рюрика и до Путина. Понятно. Такой-то год, следующий год в едином историческом потоке. Что сейчас наступает время, когда только актуальные точки дискуссии скоро, вот если они будут обсуждаться, они потом соединятся в какую-то ткань, а эта ткань восстановит историческое сознание. Каждая тетрадь будет посвящена одной из горячих точек нашей истории. Я специально называю это горячими точками, потому что буквально горячими точками, потому что это война. К тому же Мавзолею. Репрессия. Начало Великой Отечественной войны. То есть всему тому, что обсуждалось в передачах «Суд времени», а также чему-то еще, что не обсуждалось, но и настолько же важно. И что составляет акупунктуру, болевые точки нашей истории. Первая тетрадь выйдет и будет представлена 7 ноября, а всего их будет штук 40. На основе из них возникнет такая энциклопедия, актуальней нашей политической истории. Мне кажется, что это лучшее, чем можно отметить столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Это замечательно, что пишут на машинах «Спасибо деду за победу». Гораздо хуже было бы, если бы писали «Плевать нам на тебя, дед». Но ведь дед тоже может спросить «Внучок, а где Украина?» Или Белоруссия? Или что-нибудь еще, да? А деда спросил, ему достаточно спасибо, или он хочет что-то еще. Это прекрасно, что сейчас это празднуется, как бы 9 мая стало главным национальным праздником, и что оно празднуется так, как оно праздновалось в конце Советского Великого. Но история-то другая, и, может быть, пора уже праздновать каждый 9 мая, там, не знаю, взять им огневой полосы препятствий, а не просто, так сказать, тем, что ты идешь и, так сказать, машешь цветами. Лучше, что машешь цветами, чем плюешь на память героев, как это было в период перестройки и эльцинизма. Но ведь лучше не значит должно. Мы существуем в сложнейшей ситуации. Россия действительно стала главной страной противостояния Соединенным Штатам. Соединенные Штаты не могут уступить. Ситуация тяжелая, да, так вот как в этой тяжелой ситуации праздновать-то столетие Великого Октября? Вот мы хотим его отпраздновать началом крупного проекта, завершением которого будет вот такая актуальная историческая энциклопедия. И мы не собираемся в пределах этой энциклопедии все выворачивать опять на изна. Мы просто расскажем, где есть мавзолеи в мире, какова история захоронения и какое место занимают мавзолеи. И полностью проанализируем, как шла дискуссия, что говорил Марк Захаров, что говорил Калякин, куда она потом поворачивалась, как она разворачивается и так далее. И вот этот материал пусть люди знают. Пусть они знают, что этот весь бред про сиккураты это есть, ну просто, ну я не знаю, больное, возбужденное сознание, не имеющее никакого отношения к историческому. Пусть они знают правду. Говорят о том, что русские очень плохо воевали, советские солдаты очень плохо воевали в 1941 году с Гитлером в начале. Я заранее согласен с подобной версией, если мне скажут, кто хорошо воевал. Потому что, когда говорят, что эти воевали плохо, то кто-то воевал хорошо. Тут сталинские репрессии, там корпус этот военный весь раскурочили, да? А во Франции был блистательный корпус, генеральный штаб и все прочее. Они хорошо воевали. Советская армия перешла в контратаку в первый день, 22 июня. А французская ни разу вообще. И говорить о том, что французы воевали с Гитлером очень сложно. Была странная война. Так может быть пора рассказать правду. Например, о том, какую колоссальную, в каком-то смысле адски гениальную машину создал фашизм. Насколько новаторской была немецкая армия по отношению ко всему миру. А также о том, что нулевые циклы основных заводов, точности по контурам заводов Запада России были в Сибири и на Урале возведены в 39-40 году. И это можно доказать историческими документами. Может быть эту историю войны все-таки надо обсудить по-другому. И не только ее, а Солженицын. Для меня Солженицын – троякая фигура. Это общественный деятель. Антисоветский, полупатриотический, полулиберальный. Который кому-то нравится. Вот кому нравится, тому нравится. Мы страна демократии. Любите Солженицына, как моя мать убеждала свою маленькую внучку, что надо любить собак. Собаки такие хорошие. Дочка смотрю и говорит, давай ты будешь любить собаков, а я кошков. Вот давайте кто-то будет любить Солженицын. Ну пусть любит. Это общественный деятель. Второе – это литература. Это крупная литература. Моя мать – крупный филолог советский. Она говорила в начале, когда Иван Денисович там был опубликован и случай на станции «Шепетов-Куматрионий двор», мы считали, что может быть это аж будущий советский малый человек. Это крупный литература. Не масштаба Шорохова. Шорохов – гений. Настоящий, полноценный гений. А Солженицын – человек очень способный или талантливый, кто как оценивает. Ну это литература. И наконец, это историк. Вот давайте забудем, что это историк. Это не историк. Годы, так сказать, когда это все… кричали о том, как Солженицыну были открыты все архивы. Мой отец профессиональный историк говорил, он меня Сергой называл. Сергой объясни, а что он там делал в архивах? Он вообще понимает, как они выглядят? Потом мы нашли утверждение самого Солженицына, что он в архивах никогда не был. Сам сказал. А мы это знали. Он не историк вообще. Все его цифры не выдерживают критики. Историческая наука высказалась. Опровергать цифры земского и других невозможно. Все посчитано. Хватит. Эту страницу надо закрыть. Не во имя борьбы с Солженицыным. Спасибо Бог, меньше всего я хочу с ним бороться. А во имя исторического достоинства. Просто элементарная историческая правда. Вот сколько было уничтожено людей, столько и надо сказать до одного человека. Вот сколько было посажено, столько и надо сказать. Вот сколько было в тех или иных гражданской войне или в Великой Отечественной людей погибло, столько и надо сказать. История наука. В науке есть факты. Эти факты нельзя извращать. Их можно по-разному интерпретировать. В разных школах. Но их нельзя извращать. Вот тогда откроется дорога к нашему нормальному историческому достоинству. Мы не кинемся из крайности в крайность. Мы не будем, так сказать, теперь повторять штампы, не знаю что, самой замшелой советской пропаганды. Мы не будем прославлять или проклинать. Мы будем понимать себя и знать правду о себе. Передадим эту правду детям и внукам. Тогда будет нацел. Тогда будет идентичность. Тогда мы сможем выстоять в 21 веке. В противном случае все будет очень плохо. И если, как сейчас говорят, консервативно, а для меня нормально настроенные группы профессионалов в нашем обществе не готовы выполнить эту работу, значит, ее будет выполнять суть времени. Привлекая всех, кого можно, и с благодарностью откликаясь на каждое слово помощи со стороны профессионального исторического сообщества. А также со стороны всех самых разных групп, которые занимались любым интервалом нашей истории. Нам надо это восстановить. Мы не можем быть хуже французов, которые через сто лет что-то в своей истории понимали. У нас плохо с этим на 2017 год. И в этом смысле нужно наступать. А будут ли наступать хорошо обученные исторические войска или новобранцы, которые будут обучаться в ходе боевых действий, а уж как придется. Лучше наступать так, как можем, чем никак. Я знакомился с теми работами, которые в различных регионах делали исследователи суть времени. Я могу сказать, что в целом это очень достойные исторические работы с хорошим ссылочным материалом. Я просил своих друзей-историков проэкспертировать эти работы. Они сказали, что это работы достойные. Мы далеки от совершенства и будем это совершенствовать постоянно. Но мы эту работу сделаем. Мы возьмем ее и сделаем. А пока что в остальных случаях это либо некие отдельные суждения или даже высказывания, которые мы очень ценим. Или это скорбь. Нашей национальной консервативной интеллигенции пора сплачиваться. Ей пора выходить из позиции, там, после Каяя, который смотрит в лужу на себя и говорит душераздирающее зрелище. Ей пора, так сказать, где-то и как-то солидаризироваться. И никоим образом не подменяя ее сутью времени, я могу сказать, что на сегодняшний день я не вижу другого такого консервативного молодежного интеллектуального ядра, которое готово было бы работать. Когда произошла катастрофа во Франции во время проигрыша франко-русской войны, то родилось поколение Ромена Варавана и других, и про них говорили две вещи. Что это серьезные молодые люди и что их объединяет религиозная вера в труд. Они осуществили огромную восстановительную работу. Выступает время, когда наша молодежь должна осуществлять эту работу. Я буду рад, если таких кластеров, сегментов молодежи будет 10-15. Пока что я их не вижу. Я работаю с тем, который, так сказать, поверил мне, откликнулся на призывы. И по существу то, что мы вам предлагаем, это позитивное развитие проекта суд времени телевизионного. То есть вот эти горячие точки обсуждаются в таком конструктивном ключе с максимальной объективностью и с тем, чтобы восстанавливать историческое национальное сознание не вообще, а вокруг горячих точек. Одновременно с этим суть времени выпустит и в октябре презентует большую книгу, которая называется «Украинство. Кто и зачем его конструирует». В этой книге мы покажем, что есть реальная украинская история, которая неразрывно связана с русской, находится в ней в сложных отношениях и все прочее. А есть украинство, которое хочет сделать свою историю антирусской. Это проект, который в несколько столетий, на который брошены колоссальные интеллектуальные силы и который носит весьма зловещий характер. И сейчас, вот на этом этапе политической истории Украины, он как бы пришел к власти и реализуется. Это большая угроза. В частности, мы это делаем, во-первых, потому что это вообще нужно. Без этого нет борьбы. А во-вторых, потому что вот есть такое вот явление, так сказать, кофтунизация Украины, я называю. И когда это, поскольку это такое смешное и трогательное, так сказать, даже в зловещем смысле, все равно это такой какой-то фарс, да, то у людей возникает ощущение, что там, на наших границах, все происходит в духе там, я не знаю чего-то. Махно или там, не знаю чего-то, гуляй-поле, а там все серьезнее. И если мы вовремя не отмобилизуемся, мы прозеваем эту серьезность. Таким образом, мы постепенно действительно превращаем суть времени в интеллектуально-идеологическое, интеллектуально-идеологически-активистское молодежное движение, который не уходит с улицы, не прекращает общественную деятельность по самым горячим актуальным процессам, но одновременно с этим стремится вот к этой интеллектуальной войне. Мы создали школу высших смыслов, в пределах которых преподаем это. И должен сказать, что молодежь откликается и довольно быстро развивается в этом направлении. Собравшимся, а также тем, кого это вообще интересует, хотел бы предложить, ну как бы, выйти из такого относительного спящего состояния, да, и перейти в состояние другое. Я хотел бы здесь сказать о том, о чем уже говорил по телевидению у Соловьева. Вот тут сидит в первом бреду Анастасия Шибулина. Вот этот человек, доктор наук, или там, я ее докторскую читал, защитила она или нет, не знаю. Вот. Музыковед и, как бы, супруг ее очень известный музыковед. Вот если бы Анастасия Шибулина в Краснодаре не подняла бучу по поводу Гельмана, то Гельман бы там вошел как немецко-фашистская танковая клиния в наше, так сказать, подразделение, да, или как нож массово. Она подняла эту бучу. Постепенно из Набиоза вышли, так сказать, консервативные разные группы. Но она ее подняла. На велосипеде ездила и поднимала. И Гельман позорно литеровался. Да? Теперь Анастасию Шибулину уволили с работы. А местные группы патриотические на это смотрят, так как бы ничего не случилось. А вот когда с Серебряниковым что-то происходит, то те группы вот так соединяются, да? И если бы только наши консервативные группы вели себя столь же активно, сколько либеральные, то Россия была бы уже другой. Есть такая поговорка, что если бы у моей тети были колеса, то была бы не тетя, а дилижанс. Да? Но все-таки люди же не есть данности. Поэтому я верю в то, что этот проект будет маленькой лептой в дело просыпания нашей консервативной, конструктивной, национальной интеллигенции, которая должна быть здоровой, неоговотелой, совершенно, так сказать, трезвой, достойной, и подлинно научной, и интеллектуальной, и которая должна повернуть процессы. Потому что в противном случае боюсь, что эти процессы до добра не доведут. То есть за 8 месяцев нахождения у власти Временное правительство не только не решило самые насущные экономические и политические проблемы страны, но проявило полную неспособность к сохранению государственности. Эта несостоятельность Временного правительства привела осенью 1917 года к быстрой большевизации советов, в которых начали преобладать большевики и левые эсеры. Они совершили Октябрьскую революцию. И сразу же, после прихода к власти, начали решать первоочередные задачи укрепления и преобразования России. Повторим, подтвержденные статистикой и фактами оценки безобразных потерь казачьего населения в результате гражданской войны составляют не более 500 тысяч человек. Это очень много. Но эти оценки не дают права спекулировать на сложных страницах российской истории и создавать миф о миллионах репрессированных казаков и геноциде казачества. Итак, системный террор начали именно белые. Красный же террор, объявленный 5 сентября 1918 года, был лишь ответной мерой на него. При этом жертв белого террора было никак не меньше, чем жертв террора красного. Что опровергает белые мигрантские и постсоветские мифы о благородных белых рыцарях и чудовищных большевиках? Басни о том, что Украина стала жертвой российской агрессии, призвали сгладить факты дейного и организационного банкротства украинствующих, непоследовательность и досмысленность их политики. Но что же касается формулировки оккупации, то уже что-то большевики ничего оккупировать не могли. Поскольку, во-первых, он, наверное, не был независимым государством, а во-вторых, свою родину оккупировать невозможно. А большевики в основном были украинского производства.